Возможно, мы услышим от МВФ мнение о том, что пора оставить монетарную политику в покое и задействовать фискальную политику. Каллум Пикеринг, Беренберг Банк. Во вторник МВФ начнет недельную серию встреч. Многие с нетерпением ожидают публикации прогнозов МВФ по поводу мировой экономики. Усиливающиеся риски дефляции в паре с заоблачными показателями задолженности выступают в качестве основных причин еще одного пересмотра прогноза в сторону понижения. Что вы ожидаете увидеть? Для начала остановимся на дефляции. Исторически так сложилось, что в экономике преобладала инфляция, а не дефляция. Многие страны сейчас обеспокоены началом дефляции, в частности Япония. Но пример этой страны доказал, что Центральный банк может предотвратить начало дефляции. Возможно, регулятор не может создать инфляцию, но он точно может предотвратить дефляцию. Потому я не считаю дефляцию серьезным риском. Но она стоит рядом с высокими уровнями задолженности. Чем больше инфляции мы сможем создать, тем менее серьезной проблемой станут долги. Но создание инфляции – это непростая задача в текущих условиях. Федрезерв, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии и большинство банков развитых стран отчаянно пытались создать инфляцию с помощью своих мер монетарной политики в течение последних 4-5 лет. И долги – это главная причина таких действий. Когда в экономике высокий уровень задолженности, она менее подвержена влиянию монетарного стимулирования. И, соответственно, в таких условиях сложнее создавать инфляцию. Возможно, мы услышим от МВФ мнение о том, что пора оставить монетарную политику в покое и задействовать фискальную политику для того, чтобы стимулировать номинальный спрос и создать инфляцию. Конечно, есть такие страны, как США, Англия и Япония, которые одалживают средства собственной валюте. И у них есть Центральный банк, который занимается выпуском этой валюты. Умеренное увеличение дефицита и задолженности государственного сектора не приведет к повышению долгосрочных процентных ставок и не несет ущерб инвестициям частного сектора. Отчет о занятости в США будет опубликован в очень важное время для политиков и политики. Президентские выборы уже приближаются, а Федрезерв намекнул, что ставки вполне могут быть повышены в декабре. Что вы ожидаете увидеть и как это отобразится на экономике? Я думаю, что количество новых рабочих мест превысит отметку в 150 тысяч. А это совпадает с данными об увеличении внутреннего спроса. Это должно оказать поддержку решению Федрезерва о повышении ставок в декабре. Но что меня удивляет в данных о рынке труда США, так это тот факт, что количество новых рабочих мест увеличивается быстрее, чем уровень ВВП уже на протяжении нескольких месяцев. А это подразумевает снижение темпов роста продуктивности, что в свою очередь окажет негативное влияние на прибыль. Снижение прибыли означает, что спрос компаний на рабочую силу будет сокращаться. В будущем я ожидаю увидеть коррекцию рынка труда. Увеличение количества новых рабочих мест, которое превышает ожидания и не соответствует номинальному росту уровня ВВП, означает, что в итоге рост уровня занятости замедлится. Соответственно, в ближайшем будущем данные рынка труда могут быть разочаровывающими. Я не знаю, случится ли это в этом месяце, в ноябре или декабре, но в любом случае это рано или поздно произойдёт. И последний вопрос. На какие ещё индикаторы, которые могут оказать влияние на рынки, вы будете обращать внимание на этой неделе? Участники рынка будут обращать внимание в основном на действия центральных банков. В четверг ЕЦВ опубликует протоколы своего сентябрьского заседания. Не будем забывать о том, что после заседания 8 сентября участники рынка восприняли заявление Марио Драги на пресс-конференции как довольно жёсткое. Лично мне кажется это странным. Скорее всего, Центробанку придётся расширить рамки программы количественного смягчения, как минимум на полгода. В частности, я говорю о программе закупок активов объёмом в 80 миллиардов евро в месяц. Я полагаю, что представители Центробанка огласят расширение рамок этой программы уже в декабре. Из протоколов мы узнаем, обсуждали ли представители ЕЦВ возможность таких действий. Второй важный момент – это, конечно же, США. В пятницу будут опубликованы данные о занятости в несельскохозяйственном секторе. Количество новых рабочих мест должно превысить 150 тысяч, что совпадает с прогнозами Федрезерва, и, соответственно, они могут повысить ставки в ближайшем будущем. Также на этой неделе будут опубликованы и другие экономические данные США, такие как данные индексы непромышленной сферы и промышленной сферы от АСМ, которые выйдут сегодня. Участники рынка будут следить за этой публикацией, так как она может предоставить информацию о восстановлении экономики США после августовского ослабления. Если экономика США начнет активнее восстанавливаться в третьем и четвертом квартале, что, в принципе, вероятно, и если данные рынка труда будут положительными, то Федрезерв, скорее всего, повысит ставки в декабре. То есть эта неделя будет ключевой для рынков. На этой неделе мы узнаем, увеличится или уменьшится вероятность скорого повышения ставок США. Колумб, спасибо за ваши комментарии. С вами был Сэм Мередит. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ, и мы будем держать вас в курсе этих и других важных событий. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok